Личная идентичность опирается на жизненные ценности, которые необходимо взращивать и формировать. Сами растут исключительно только сорняки. Если мы хотим вырастить что-то доброе, по-настоящему полезное, нам необходимо прилагать к этому усилия. Если таланты и способности даны нам от рождения, то жизненные ценности нам необходимо сформулировать, привить и утвердить. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и вторичной идентичности. Сегодня я хочу поговорить о том, как личный пример помогает формированию жизненных ценностей у наших детей. Для того, чтобы влияние улицы, интернета, телевидения не оказывало серьезного влияния на наших детей, нам необходимо приложить определенные усилия. И первое, что нам необходимо сделать, это провести ревизию собственных жизненных ценностей, потому что наши дети в первую очередь будут брать с нас пример, а не слушать наши правильные нравоучения. Если вы думаете о том, что у вас нет жизненных ценностей, то вы заблуждаетесь. Возможно, вы просто никогда не думали об этом, вы никогда не пытались понять, что за ценности лежат в основании вашей жизни и принимаемых вами решений, однако они, несомненно, существуют. Дело в том, что вы никогда не задумывались об этом. Я уверен в том, что необходимо потратить немного времени для того, чтобы не просто определить эти ценности, но и заняться их ревизией. Давайте посмотрим, как мы можем это сделать. Что составляет незыблемые, такие, знаете, фундаментальные основы вашей жизни? Что-то, через что вы никогда не переступите, например, никогда не солжете, никогда не предадите, никогда не откажетесь от взятки, никогда не сделаете больно, или, наоборот, никогда не откажетесь от того, чтобы неплохо подраться. Это те вещи, которые составляют ваши главные, фундаментальные жизненные ценности. Другими словами, просто возьмите лист бумаги и запишите то, что составляет ценность вашей жизни, что является важным, через что вы никогда не переступите и что будет лежать таким, знаете, камнем, краеугольным камнем вашей жизни. Стоит разделить этот лист бумаги на две части. С одной стороны, написать какие-то ценности, которые вы относите к позитивным, и с другой стороны, написать те ценности, которые вы относите к негативу. С одной стороны, это будут ценности, которые вам необходимо утверждать и помочь их сформировать у ваших детей, а другие составляют список того, от чего вам придется отказаться или, по крайней мере, попытаться это сделать. Делая это, вы на личном примере покажете вашим детям, что честность и открытость являются частью набора ваших жизненных ценностей и что вашим детям стоит это у вас перенять. Постарайтесь поговорить с вашими детьми, и объяснив, что не все ваши жизненные ценности, ваши принципы являются правильными. Что вы осознаете это, и вы прилагаете определенные усилия для того, чтобы это изменить. Попросите помощи, попросите, чтобы они показывали вам, когда ваши слова расходятся с вашими поступками, когда вы утверждаете одно, но на деле вы живете по-другому. Поверьте, это очень сильно поможет не только вам изменить собственную жизнь, но и сформировать вашим детям верные жизненные ценности. И также это очень серьезно поднимет ваш отцовский авторитет. Как вы считаете, стоит ли все наши жизненные ценности без разбора передавать нашим детям? Субтитры создавал DimaTorzok